и часто пишут и вы тоже часто пишите что не бывает машин с таким проверок с 11 года это семь лет за семь лет 30 тысяч это нереально вот она стоит я сам в шоке вы постоянно пишите что мы берем какие-то непонятные автомобили дорогие не приземленные который фиг у кого есть сегодня мы подготовили мало того что два очень приземленных автомобиля так еще и сделали очень интересный тест и ответили на очень интересный вопрос вопрос звучит так а стоит ли мне шить свой хендай соляри с 1.6 литра у нас две одинаковых абсолютно машины вот это вот черная 1.6 литра на автомате вот осенненькая тоже 1.6 литра тоже на автомате сейчас откроем капот и покажем что мотор одинаковый а ты чё здесь трешься то вот смотрю на первый взгляд лексус на второй взгляд тот же мой прадик только другой шильдик немножко другие фары диски у него ну спорный вопрос колхоз на колхоз мы такие необычные примере салоне есть небольшие различия похож на 200 и наверно вот этими вот там всякими своими крутилками в принципе что-то классная машина что это классная машина что я поехал по меряю стоковый автомобиль у нас как всегда рис лоджик в бокс лежит мерить буду стараться километров до 150 с лишним чтобы сравнить динамику 100-150 соответственно 0100 и кота у нас сегодня абсолютно одинаковая машина поэтому будет очень интересно она была один из самых страшных замерах моей жизни она еле 150 разогналась перед кольцом давай результаты посмотрим 060 557 56 будем считать 0 100 12 и 4 0 150 30 15 402 метра 18 и 7 и 100 150 17 7 и сейчас мы сравним эти результаты сшитым автомобилем и посмотрим в каком диапазоне они будут лучше и будут ли вообще потому что очень интересно 16 если смысл вашей ну что теперь шит и автомобиль посмотрим что получится я прям удивлен смысл есть причем достаточно немало 065 ровно а было у нас 5 40 чем-то 0 0100 11 ровно а было 12 4 0 150 26 секунд 26 и 3 а было 30 чем-то 402 метра 18 ровно на полсекунды быстрее и 100 150 15 33 а было то ли 17 то ли 18 то есть смысл есть шить такие автомобили но может вообще уже никогда там не гонял может коробка адаптировать тупят одинаково вот на старте жмешь обе тупо рыль от коробки она потом именно лучше едет то есть вот когда она уже начала ехать она лучше и все-таки в чипе смысл есть и немалый даже на таких автомобилях тем более когда его делают за 5000 рублей когда за него просит 15 но конечно перебор а ты за 5 за 6 за 8 вполне себе давайте поподробнее рассмотрим этот автомобиль просто посмотрите на него поближе повнимательнее какой-то он сильно такой блестящий хоть и не мытый не зале не затертый ничего машина 11 года выпуска реальный пробег 33 тысячи когда я увидел это объявление на авито я просто не поверил я думаю все за бред вспомнил про автотеку проверил реально 11 год 33 тысяч пробега один владелец не бита не крашена ничего никакие элементы не менялась просто автотека показывает тут если разбили лобовое стекло меняли его по гарантии она это показывает что стекло менялась бампер там тоже самое она конечно не может показать вообще всего но большую часть того что про и проходит легально скажем так по страховой так далее она это все пока а Ну, тут все видно, без шансов. Давайте до трех побед. Давай, давай еще. Все то же самое. Субтитры сделал DimaTorzok 16-е колеса, полный сток, обычная автоматическая коробка передач. Второй автомобиль, также 1.6, столько же сил, но у нас 15-е колеса, обычный автомат и прошивка от ММЦ, это Мастер Мотор Чип. Шьют у нас здесь в Белгороде, прошить, кстати, стоит на удивление недорого, 5000 рублей. И вот я сомневался, как же она поедет. Я лично думал, что разница будет около нулевая. В итоге у нас разница получилась до сотни с секундой 4. 0,4 мы сразу можем, в принципе, списать на колеса, потому что разница в радиусах. Но с другой стороны, секунду уже никуда не спишешь. То есть реально атмосферный чип на 1.6 моторе дает эту секунду. Плюсом к этому у вас снижается расход, потому что смесь бедницы, и помимо всего этого у вас КПД мотора выше. То есть машине проще себя вести. Ну, как говорят, 30 тысяч в год обычно все ездят, такое невозможно. Ну... Где тут? Вот. Одиннадцатый год даже у него. Многие говорят, что после прошивки у тебя убирается затоп. Вот когда ты жмешь на газ, она такая тупит на этом автомате. И все поголовно говорят, он убирается, она начинает ехать. Ребята, этот затоп, это, во-первых, евронорма, во-вторых, это прошивка коробки сама, вот так она сделана. И прошив мотор, вы это не уберете. Здесь такой же затоп, как и здесь, абсолютно одинаковый. Но после 4 тысяч оборотов эта машина едет, эта машина уже никуда не едет. Прямо по ощущениям это чувствуется. Я понимаю, что вроде бы разница не должна чувствоваться. Мощность маленькая, момент маленький, но она чувствуется, в принципе, даже после моей машины. Я сегодня приехал на своей машине, где там 700, чем-то не у то. Сел на эту, потом сел на эту, я увидел между ними разницу. Она еле заметная, но она есть. Это настолько безнадежно, что тебе надо сесть к нему в салон сзади и снимать то, как я отстаю. Я думаю, все равно ничего не поменяется. Я думаю, что он тебя дергает. Сколько тюнинг обошелся? Пять. Катимся 30 км в час? 30-40, там подстроишься, под меня ровно едешь. Я делаю три сигнала. Раз, два, три. На третий мы ускоряемся. До пола прям прожимаем. В драйв-режиме ничего не щелкает. Все, поехали. Все, я выкинул, блядь, перехом. Расстроен? Я? Ни разу. Помимо того, что идет увеличение мощности, идет отзывчивость педали газа, подхват с низов. И, соответственно, уменьшение расхода топлива в среднем на 1-2 литра на корейцах. Поэтому, помимо увеличения мощности, мы получаем еще много разных дополнительных ништяков. Поэтому нет, я не расстроен вообще ни разу. А с Prius заедешь? Это уже не ко мне, это уже к хозяйке автомобиля. А, так это не твоя машина? Нет. Я, соответственно, тот, кто прошивал машину. Миллениум говорит, что я вешу 90, по факту я вешу 79. Ну, 80 килограмм села в машину, и мы где-то выровнялись. То есть, в принципе, очень даже хорошо в итоге. Но ходом меньше разницы, заметно, все равно. Ну что, сейчас самая экономичная машина в мире порвет Solaris, даже шитый. Как ты меня назвал? Ботаник. Эстик-камеру разобью. Снижь, от опера дошел. Эстик-камеру разобью. Все пишут, что мы находим самых убитых. Японцев. Да нам больше делать нехрен, как искать самых убитых. Мы зовем тех, кто есть. Это, во-первых. Во-вторых, вот в ролике с, как у вас, с Аиртреком и с Субарем, этим Форестером, это самые живые, вот такие вот машины у нас в городе, они реально едут. Пять секунд до сотни, это у вас что, мертвая машина? Да вы просто там зажрались. Да они не зажрались, они просто не видели реально ничего. Насмотрелись где-то американских каких-то видосов с Дрэкстрипа, там проклятого. Я не знаю, кто там чего насмотрелся, но суть в чем? Мы всегда показываем все как есть. У нас нету никакого предвзятого отношения к японцам, нету к Вагам, но просто на данный момент мы возьмем, если машины 2010 и там 2018 года выпуска, ну лучше Вага ни хера не едет, вы сейчас BMW начали ехать. Новый BMW, G30 кузов, блин, реально очень достойные соперники. Ладно, возьмем Subaru, что есть у Subaru? Да ни хера нет, у них есть STI за какую-то кучу денег на старючем допотопном моторе с таким же салоном, коробкой и прочим, она просто ни о чем. Это, не побоюсь этого слова, кусок говна, блин. Subaru STI это леса, это машина, конъюнктивит машина, ну старые там какие-то. Ну они уже не актуальны, уже их разгоны, время и мощность просто. Ну, а товарищ, Evolution возьмем, ну 9 Evolution это Evolution, 8 там, 6 ТМЕ, да, 4 вполне себе, 10 ну уже как-то такая странная попытка осовременить, я так и не понял, провалилась она или удалась, если честно. Потому что мне нравится вот 9, ну да, 9 Evolution дорого, вы видели сколько стоит живой 9 Evolution? 2 миллиона, блин. Ну полтора точно, по крайней мере. 2 это прям вообще отличный экземпляр на тюнинге. Вообще по поводу вот японцев, нафиг это все. Звонил Артем, сказал, выехал на своем тазу, у него там таз атмосферный, 1,7 литра на дросселях, не супер-пупер заряженный, говорит, там около 100 тысяч максимум вложений в мотор. Едет реально, блин, на уровне с той же Шкодой, вот нашей 800. И поедем сейчас просто посмотрим, что он покажет. Сказал, сегодня будет рвать всех, кого увидит. Слушай, ну вот сегодня машина, вообще, по факту, грубо говоря, ни о чем. Хендай Солярис, обычный автомобиль, о котором толком нечего рассказывать. Это обычная машина, которую все видели, на которой все ездили в такси. И, блин, 34 тысячи пробега с 2011 года. Да это жесть, на мою Бауде такой пробег. Она тоже, кстати, 2011 года, я просто счастлив был. Купили, просто увидели объявление, сразу же сделали заявку на точке сделки, на Авито эта функция есть. И машину полностью проверили. По 100 параметрам, выезжал специалист, все смотрел. Сделал полностью отчет, прислал его человеку, человек посмотрел. На следующий же день поехал в Москву, проверил, все от и до сошлось. Забрал машину, приехал сюда. Оказалось бы, бред. Ну, 2011 год, 30 тысяч пробега, да это, блин, один на миллион вообще такой автомобиль. Тем более, Хендай Солярис, на котором все ездят, просто вот не вылазя из него. Так, ну все, почти подъехали. Сейчас будем смотреть, что сделает Атматас с японцами и с немцами, если они там будут. И потому что я звал сегодня людей, не знаю, приедут они, не приедут. Короче, сейчас глянем. Сейчас будем рвать житяя на тазу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и не знаю, сколько показалось, что ли вода внушла. Что, такое антифриз, да? Нет. Дырка сзади. Надежность назову. Да, вон. Триги расследования вечерние могут с ручкой. Да, вон. Да, вон. Да, вон. Да, вон. Да ты для сольфей. Да ты для сольфей. Да, вон. Да не на сольфей. Капуч. Капуч. До девяти вечера. Да, блин, блядь, блядь. До девять вечера прошло. Только ваку, говорим, вольстся. Саша старался. Это ему всё надо оставить. Это тазы. Тазы валят, но бывает разваливаются. Особенно, когда крутятся до девяти двухсот. А, всё нормально. Нормально? Да. С дороги уберите. Клак дружбы. Ты как настройщик? Я не насобирал, я настраивал. Я таранулак здесь. я рядышком стоял и немножко внутри сидел зато это знаешь как ролику типа если у тебя эволюши вот и стоишь на светофоре на это было снимать пока она ездила потом и оставить хорошо вы дурынды вообще тоже операторы случайно ничего на трассу можно тоже обзор снять сесть короче рядом и спокойно в тишине моё обращение лично к дальнему востоку ребят у нас нет никаких с вами разногласий никаких непониманий вопросов просто поймите мы живем в центральной европейской части россии у нас нет столько праворульных японцев которые поставляют вам в хорошем состоянии ничего не говорю и все джей зеты и все эти там их я не очень силен у вас и терминологии да но все этих тюнинги там бешеные который позволяет им ездить такую скорость это здорово у нас этого нет у нас есть небольшая группа любителей которые любят это остальные все ездят на леворульных машинах может у нас движение ну вы знаете какой стране и вот я езжу на правда у меня еще в семье mercedes есть там другие еще машины правда хорошая машина не каких-то останавливаться мы сегодня солярис до солярис это овощи пушка просто дополню слова дэна вот по поводу быстрых японцев почему мы не снимаем супер быстрый субари дальний восток ребята у нас их нету но нет у нас таких машин к сожалению очень ребята пытаются делать мы об этом снимем вам позже запись